Здравствуйте! В эфире Углегорские новости в студии Ольга Гладкова и в ближайшие 30 минут вы увидите Помидоры, витамины, квартиры, маски, самолет – все, что волнует и не только. Губернатор Лимаренко провел первый онлайн-эфир с жителями района Маски – наше все, причем, похоже, надолго. Растут показатели заболеваемости ковидом Наконец-то молодцы! Подошла к концу реконструкция стадиона «Центральный» в Углегорске. Но все ли так хорошо? Начнем с события, которого ждали, к которому готовились и которая переполошила буквально всех Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел первую дистанционную встречу в прямом эфире с жителями Углегорского района Трансляция проходила в официальных аккаунтах губернатора и на телеканале ОТВ «Сахалин». Более двух часов чиновники отвечали на вопросы, поступившие заранее и непосредственно в прямом эфире Репортаж Екатерины Петровой Добрый день, уважаемые жители Сахалинской области! Сегодня мы начинаем прямой эфир с Валерием Игоревичем Лимаренко и жителями Углегорского района Всех приветствуем! Добрый день! Медицина, аварийное жилье, экология, ценообразование, авиасообщение – далеко не все важные вопросы, которые есть у жителей Углегорского района Что уже сделано, рассказал глава округа Сергей Дорощук. Главная тема 2020 года – ковид-19. Вирус в начале доклада мэра, кстати, ровно год прошел с момента первого зафиксированного случая заболевания в Китае На 19 ноября в Углегорском городском округе запалило ковид-19 286 человек. Выздоровело 211. В смертельных случаях недопущено Ответить на ковидные вопросы пришлось сразу нескольким чиновникам – как проходит лечение больных и, самое главное, чем Люди стали чаще покупать противовирусные препараты. Их пугает возможный аптечный дефицит. Чиновников – ажиотажный спрос Сколько нужно, столько отгрузим, уверяет Валерий Лемаренко Могу лично подтвердить, потому что я связывался с заводом-изготовителем, в частности по орбидолу, это Владимирская область И я скажу откровенно, сколько нужно, столько отгрузим. То есть с этим проблем нет у нас ни с деньгами, ни с лекарством Громче ковиды и медицины – квартирный вопрос. Почему соседи переселяют, а нас нет? Как получилось, что есть дома аварийные и в то же время жилые? И каким образом получить жилье молодым специалистам? Хотела бы воспользоваться программой «Молодая семья». Мы с мужем проживаем в Глегорском районе. Пошли в МФЦ, нам сказали, что такой программы нет. Я хочу понять, вы удовлетворили потребность молодой семьи или нет? Мы им разъяснили, какие документы, в каком порядке, в какие сроки подается. К нам вопросов у них больше не возникало. В течение 2020 года 12 семей получили жилые помещения по договору социального найма, состоящие на учете в качестве нуждающихся. 80 семей переселено из ветхого и аварийного жилья. До конца года будут переселены еще 94 семьи в новые дома в Глегорске. Работает программа переселения граждан. Два жилых дома на улице Приморской сданы в эксплуатацию. Жильцы еще одной новостройки на улице Войтинского готовятся к новоселью. Быстро возводимые дома построены из бетона. Все квартиры под ключ. Хотел бы задать вопрос, почему в Глегорске приезжим учителям по программе «Земский учитель» квартиры дает сразу, а молодым специалистам, которые возвращаются в свой родной район, должны ждать по 3-4 года? Тот человек, который написал, он, скорее всего, в следующем году получит эту квартиру, и я возьму этот вопрос на контроль. Наши дети должны жить и работать на наших островах. Поэтому они не должны быть в положении худшем, чем люди, которые приезжают с большой земли. Вопрос за вопросом у жителей Шахтерска. Аллея памяти регулярно появляется в эфире наших новостей. Подрядчик из Якутии вместо благоустроенной зоны устроил опасную. С ним простились, но пока вопрос решали, Аллея жила своей жизнью и даже завела Инстаграм-аккаунт. Сейчас территорию огородили и до 1 сентября следующего года обещают привести в порядок. Коллег Шахтерский ждут финала и еще одной истории. Вы нам обещали стелу в этом квартале. У нас контракт по поводу этой стелы. Начался он с вчерашнего дня. Она физически сегодня доставлена. До 25 декабря мы ее установим, смонтируем. Спасибо. Записали. Вопрос с ценами на продукты связь не выдержала. Пока связисты наводят порядок там, давайте мы тогда поговорим по нашим телефонам с вами. Так, я задаю вопрос. Ваши помидоры 250 рублей стоят, потому что наша передача идет здесь. Пока устраняли технический сбой, чиновники разбирались с финансовым. Сколько стоят помидоры и почему они столько стоят, особенно если местные, сахаленские. 500 рублей за килограмм. Очень дорогие овощи вызывают вопросы, которые требуют решения. Как можно победить эту проблему? Тем, чтобы поставлять конкурентную продукцию. Лесогорские термальные источники привлекли внимание, хотя так тщательно спрятаны природой. Добраться могут единицы. Сама дорога уже приключение. Сделать ее минимум 700 миллионов рублей. Я хочу спросить, а Минздрав подтверждает, что это ценные источники? В рамках тех исследований, которые делала ДВОРАН, это одни из тех источников, которые необходимы для лечения пациентов. За два часа прямой линии с губернатором ответить получилось на многие вопросы. А те, что не попали в эфир, будут разбираться уже за ютуб-кадром. В работу и на контроле. Так отмечены самые важные темы для жителей Углегорского района. На прощание губернатор желает всем здоровья и напоминает про пандемию. Ему об этом тоже не забыть. С которого идет... Уважаемые сотрудники и гости здания правительства. В цельх предупреждения от пространения коронавирусной инфекции просим соблюдать масочные режимы. Идем дальше. Екатерина Петрова, Евгений Мельхов. Углегорские новости. Обращения жителей Углегорского района принимали и обрабатывали в Центре управления регионом Сахалинской области. Уже подведены итоги и известны первые цифры. Как только была назначена дата приморения губернатора, мы стали фиксировать всплеск таких обращений в социальных сетях от жителей Углегорского района. Основные темы, конечно же, ковид, наличие орбидола, других лекарств в аптеках, масок и костюмов защиты в больницах, бесхозные животные на улицах, ветхое жилье и многое другое. Более 100 вопросов мы получили по ветхому и аварийному жилью и около 150 на другие темы. Запомнилась очень активность жителей Углегорска, Шахтерска, села Ольховки. Отреагировали быстро. Команда мэра Углегорского городского округа незамедлительно отправилась по адресам, прозвучавшим в прямом эфире. Проверили дома, магазины, зашли к жителям. Как это было и что из этого получилось, расскажет Дарья Кораблева. Система теплоснабжения также герметична, система водоснабжения тоже герметична. Улица Победы 140 и 144. Буквально 30 минут после прямой линии с губернатором. И машины администрации уже тут. Жалоба жильцов. Вода в подвалах. В тот период времени, когда строились эти дома, они строились без бетонированных подвалов. То есть, как таковой гидроизоляции у нас не было. Более-менее, в понятии не сырые подвалы, вода туда приходит время от времени. Но по всем внешним видам это грунтовая вода. Не чувствуется запах канализации. Да, есть немного там вопросы с захлоплением самих подвалов. Решение проблемы – задача инженерная. Потребуется большая системная работа. А пока в подвалах работают насосы, которые автоматически откачивают воду. Вот вы говорите, чтоб мы никуда не ходили. Сидели дома изолированной изоляцией. А кто же будет там что приносить? Эльвира Степановна, здравствуйте. Можно к вам в гости? Такой скорой встречи с вице-мэром 78-летняя пенсионерка Эльвира Рябаненко не ожидала. Женщина редко выходит на улицу. А лекарства и продукты нужны. В администрации у нас создан волонтерский штаб, куда можно позвонить по телефону 4384. В случае, если есть необходимость и нет возможности у лиц пенсионного возраста, либо какими-то другими ограничениями, невозможно купить лекарственные средства, либо продукты питания, либо иная какая-то социальная помощь. То в данном месте примут звонок и обеспечат всем необходимыми средствами. Внезапный конфликт случился в прямом эфире. После того, как исполняющая обязанности главного врача Анна Степанова заявила, что средств индивидуальной защиты хватает. В студии раздался телефонный звонок. Меня зовут Александра, я из города Углегорска, работаю в ЦРБ. Мне вот очень интересно посмотреть в глаза сейчас Анны Сергеевны, когда она говорила, что у нас есть все. В этой ситуации еще будут разбираться. А пока проверили наличие средств индивидуальной защиты. Прошли по всем отделениям. На момент проверки маски, перчатки и халаты были. Дело в том, что мы же заходили в палаты, разговаривали с больными. Они бы не стали обманывать. Есть маски, везде есть в достаточном количестве весь инвентарь, что положено для защиты от коронавируса. На этом работа с обращениями не заканчивается. Все вопросы обещают разобрать. После онлайн-встречи с губернатором в Углегорске пройдут свои прямые телефонные линии. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин. Углегорские новости. И еще из событий этого дня. В аэропорту Шахтерск буквально несколько часов назад приземлился самолет из Южно-Сахалинска. Авиакомпания «Аврора» возобновила регулярные рейсы в Углегорский район. До конца года дважды в неделю по пятницам и понедельникам. Вылет из областного центра в 15.20 и из Шахтерска в 17.20. Стоимость билетов прежняя – 2000 рублей. Напомню, авиасообщение с Южно-Сахалинском приостановили 2 октября. Рейс до Шахтерска субсидируется из областного бюджета. Реконструкция центрального стадиона в Углегорске финишировала. Проверить объект приехал заместитель министра спорта Сахалинской области. Строительство было сложным. Проблемы с подрядчиками, жалобы местных жителей. На главном спортивном объекте побывала Снежана Соколова. Прокончили, завершили. Молодцы. Подрядчики. Молодцы. Администрация. Наконец-то молодцы. Спасибо. Чтобы занятия проходили, чтобы все было хорошо. Четыре года строительства, смена подрядчика – 200 миллионов бюджетных рублей. Стадион «Центральный» в Углегорске наконец готовится к торжественному открытию. Душевые комнаты, тренерская, кабинет медосмотра, буфет. Совсем скоро появится мебель, спортинвентарь, оборудование. В просторном здании смогут тренироваться 48 спортсменов. Когда на поле тренироваться будет затруднительно, то здесь, в принципе, спортсмены смогут поддерживать свою физическую форму. Вот достаточно такое нормальное просторное помещение. Новое футбольное покрытие, осветительные мачты, электронный дисплей, трибуны и парковка. На поле еще обещают установить кабинки для запасных игроков и судейскую вышку. Для безопасности по периметру стадиона 24 камеры видеонаблюдения. Они уже успели зафиксировать нарушителей. Были повреждения. Вот мы благодаря этим камерам как бы и вычисляли, кто это делал вообще. То есть это все работает. Реконструкция центрального проходила не совсем гладко. Работали три подрядчика. Не могли мы справиться с недобросовестным нашим подрядчикам. Пришлось с ним расторгнуться. Есть очевидные проблемы, я думаю, все их видят. Они касаются покрытия футбольного поля. С заказчиком сегодня мы с администрацией муниципального образования разговаривали по этому поводу. Гарантийный срок по этому объекту пока еще не истек. И в настоящее время материалы администрации собраны и направлены в суд. Отмечать новоселье в новом здании предстоит коллективу районного спортивного комплекса «Углегорский». А пока рабочие наводят последние штрихи, завершают отделочные работы и наводят порядок. Снежана Соколова, Евгений Мелехов, «Углегорские новости». Жители Сахалинской области будут носить маски еще как минимум год, до 2022-го. Такое необнадеживающее заявление сделала главный санитарный врач региона Ольга Фунтусова. Продлеваются все санитарные правила. Масочный режим, перчатки, использование антисептиков, дезинфекция помещений. По информации оперативной рабочей группы Сахалинского правительства, в области зафиксировано более 9 тысяч случаев заражения ковидом. Лечения проходят более 3 тысяч человек. 6 тысяч выписаны. Умерли 6 человек. В Углегорском районе работает выставка «Меховые традиции». Изделия стильные и практичные на любой вкус и кошелек. Где тепло и красиво одеться, расскажем прямо сейчас. Зима близко, и все ее прелести в виде холодов и снега заставляют нас усиленно утепляться. Но выглядеть при этом хочется стильно и модно. Компания «Меховой традиции» поможет вам тепло одеться и прекрасно выглядеть при этом. Сейчас в разгар сезона глобально обновлен и пополнен весь ассортимент продукции. Шубы из меха, норки, овчины, керли, нутрии, песца, лисицы и бобра. А также кардиганы, жилеты, шапки и другие аксессуары. Новинка сезона. Стильная коллекция пальто и 100% шерсти. Красивая, качественная и недорогая коллекция курток и пуховиков. Грандиозная распродажа со скидками до 50%. Например, норковые шубы от 39 900 рублей. При покупке шубы от 100 000 рублей мы дарим пуховик. Для удобства приобретения наших изделий можно оформить кредит без переплаты, где все проценты мы заплатим за вас. Ждем вас на выставке «Меховые традиции» с 19 по 21 ноября. Детская школа искусств в Шахтерске, улица Ленина, 12, 22 и 23 ноября. РДК «Октябрь» в Углегорске, улица Победы, 132. Познакомиться с ассортиментом можно в нашем интернет-магазине. меховытрадиции.рф Это были Углегорские новости. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. А далее не пропустите на нашем канале премьера специальный проект Алины Голоскок «Свет пролива». Я же с вами прощаюсь. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Это был прогноз погоды на неделю. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова